Доброго времени суток всем, кто заглянул на мой канал Маленькие Женские Штучки. Меня зовут Ирина и я рада вас приветствовать. Сегодня только что сняла для вас первую часть пустых баночек, сейчас сразу же снимаю вторую. У меня вот такое ведерко прям с кучей, кучей, кучей и еще немного рядом. Поэтому давайте уже сразу без лишних предисловий начнем. Начну с мыльных вещей. И первое, что хочу вам показать, это вот такое замечательное мыло Мон Пари. Дыхание природы в переводе на русский язык. Обалденская совершенно вещь. И именно это мыло заставило и меня, и Сережку забыть о гелях для душа. Поэтому сегодня гель для душа я вам всего один покажу, потому что именно это мыло лежит у нас в душевой кабине и оно классное. Замечательно пенится, здорово очищает кожу, практически не сушит ее. И, в общем, да, здоровская вещь. Следующее мыло, это мыло от DAF. Аромат огурца и зеленого чая. Вот такая замечательная коробочка. Я тут за одним смотрю, чтобы вам было видно. Ловлю, чтобы не было отцвета. Совершенно потрясающий запах. Лежало оно у нас на кухне. И как-то в ванной я всегда кладу сейчас мыло. Я показывала его в прошлом видео ручной работы. Тут нам еще надарили прям девчонки, которые сами варят. И здорово очень. А вот на кухне я люблю такие мыла разные. Вот лежала от DAF. Сейчас лежит вот такое от SafeGuard. С нежный уход с алоэ. Тоже классное абсолютно мыло. И то, и другое мне очень понравилось. Однозначно покупки эти я повторю. Еще два мыла, которые я использую на кухне. Первое это бархатные ручки, нейтрализующие запах. С соком лимона и грейпфрута. Обалденский запах. У этого мыла действительно смывает себя абсолютно любой неприятный. Но тут вот у этого мыла и у этого мыла у нас не открылись. Помпа хорошо была от старой. И поэтому вот сейчас мыло тоже стоит с помпой от старого мыла. Поэтому как-то вот что-то прям меня это так под напрягой разочаровало. Но само мыло классное. Второе мыло это тоже бархатные ручки. Сос восстановления для очень сухой кожи. Обалденская тоже вещь. И тоже она у меня стояла на кухне. Мне очень нравился их запах и действие этого мыла. За счет восстановления не знаю. Но кожу рук очищала здорово и действительно не сушила. Жидкое мыло для интимной гигиены от красной линии с маслом австралийского чайного дерева. Классная вещь, но с календулой мне нравится больше. Но я очень рада, что я это мыло попробовала. Да, могу порекомендовать. Гель для душа от Невея. Моменты наслаждения с молочком алоэ вера и ароматом трофических фруктов. Интересный гель. Но я как-то, вы знаете, если честно, Невея не очень люблю. И поэтому мне его как-то дарили. И купить сама, наверное, не куплю. Но и попробовать было интересно. Единственная мужская вещь в моих пустых баночках. В этот раз это гель для душа от Живанши. Пионео. У сережки был такой набор. Одеколон. Гель после бритья и гель для душа. Одеколоном он еще пользуется. Гелем после бритья, по-моему, или... Гелем для бритья не помню. А вот гель для душа закончился сейчас. И как бы мало он им пользовался. Потому что он пользовался мылом. Замечательный просто запах у этого... У этой линейки. И мне он очень нравится, когда сережка ей пахнет. Укрепляющий шампунь от Гарниер. Густые, роскошные. Обалдентский шампунь. Очень я его люблю. Покупала из раза в раз. Сейчас у меня тоже от Гарниер, но немножко другой. Вообще шампунь от Гарниер мне нравится очень на самом деле. Раз уж заговорила о волосах, закончилось у меня целых три лака для волос. За то время, пока я не снимала видео. Первый это вот такой зелененький тафт при умножении объема фиксации до двух дней. Насчет двух дней не знаю, потому что стрижка у меня короткая. И когда я поспала, у меня периодически все это дыбом. Поэтому тафт меня в этом случае не вручал. Но он классный. У него очень такая не сильная отдушка. Пятерка фиксации. Немножко многовато, но ладно. Еще два лака тоже с пятеркой фиксацией. Это все из тех самых закромов, которые куплены были в Magnet Cosmetics за 118 рублей. Первый это мега фиксация и мягкость кашемира для сухих и поврежденных волос. Вот такой черный с фиолетовым отливом. Немножко навязчивая отдушка. Но я в общем-то автовские отдушки достаточно спокойно терплю. Но если вы на них реагируете, вам это может не понравиться. А так все здорово. Второй тоже экспресс-укладка с сверхтонкой распылением. Экспресс-высыхание тоже мега фиксация. Черный с желтым, как вы видите. Хорошая тоже вещь, но как бы не самая лучшая из линейки Тафта. Закончилась у нас пена для бритья от Olay. Вот такая вот штучка. Это вообще женская линейка для чувствительной кожи. Но мы пользовались этим гелем вдвоем. Классная вещь. Но в общем гель и гель ничего особенного. Еще два спрея. Это дезодорант от Garnier. Первый это нежный букет. Второй нежный цветок. Вот этот постоянный гость моих корзин для покупок. Корзин с пустыми баночками. Этот я покупала на пробу. Нежный букет. Перебил нежный цветок. У оранжевого чуть меньшая стойкость. Чуть менее для меня приятный запах. То есть вот этот дезодорант по-прежнему остается номер один для меня. Краска для волос. Которой я пользуюсь из раза в раз. И из раза в раз вам показываю. Но вы каждый раз спрашиваете у меня чем я крашу голову. 74 тонн манго. L'Oreal. L'Oreal Preference. Суперская вещь абсолютно. Я безумно люблю эту краску. Именно сейчас она у меня на волосах. И когда я крашусь дома, я крашусь всегда либо ей, либо паприкой. Наверное сейчас летом попробую паприку. А пока манго. Ополаскиватель для рта. Аполгейт Плекс. С алтайскими травами для дезин. Комплексная защита. Ну а поласкиватель и ополаскиватель. Ничего особенного сказать о нем не могу. Да. Неплохой. Закончилась у меня моя любимая жидкость для снятия лака. Которая называется Ласка. Покупаю ее обычно в Ашане. И буду покупать это однозначно. Суперская вещь. Не сушит ногти. Ничего с ними плохого не делает. Без ацетона стоит бюджетно. Крем для рук Белоручка. Город Краснодар. Хороший очень крем. Быстро впитывается. Хорошо ручки увлажняет. Это неплохой вариант на весну и лето. Зимой мне было бы его маловато. Но так как как раз весной я ему пользовалась. Мне понравилось. Смягчающий крем для ног от компании 100 рецептов красоты. Совершенно обалденский крем с кукурузным маслом и золотистой тыквой. Мне он безумно нравится. Он замечательно увлажняет ножки. Питает их. Кожа становится мягкая-мягкая. Пяточки как у младенца. Стоит вообще недорого. Очень мне нравится. Рекомендую девчонки. Обратите на него внимание. Ну и последняя пустая баночка на сегодня. Это антистатик Лана. Я кстати помню в советские времена моя мама пользовалась Ланой. И была всегда ей очень довольна. Я в общем тоже осталась довольна. Не мерзкий совершенно запах. Хор быстро выветривается. Платье или юбка не липнет. В общем что еще ждать от антистатика. Это единственное наверное у него достаточно быстрый расход. Не самый лучший пульверизатор. Выливает достаточно много жидкости сразу. Но в общем как бы ну и ладно на самом деле. Потому что стоил он совершенно недорого. Итак это были все мои пустые баночки. Поместились они в два видео. Я очень рада что я это видео сняла. Надеюсь была вам полезна. Возможно вы для себя нашли что-то интересное. Ну а я благодарю вас за то что вы провели все это время со мной. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в мою группу ВКонтакте. Возможно там вы найдете для себя что-то интересное. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Всего доброго. До свидания.